Здравствуйте, дорогие друзья! У меня нет сомнений, что многие, смотрящие это видео, знают такую легендарную игру, как Майнкрафт. Возможно, вы в неё даже играли со своих телефонов, компьютеров или БТР-80. И все поголовно знают, что Майнкрафт – это игра, основным жанром которого является песочница. И какой фактор для любой песочницы является неотъемлемым, а главное – необходимым? Правильно, глубокий прописанный сюжет. Ведь только ради интереса лора и играют в подобные игры. В общем-то говоря, звучит правдеподобно, я в это верю. Но давайте разберёмся, а действительно ли был сюжет в такой прекрасной игре, как Майнкрафт. От чего? И почему дал пизды я? От чему просто? От чему сука? Ну, во-первых, надо разобраться, а что такое этот ваш сюжет? С таким вопросом я отправился, запрещенный на территории Российской Федерации, в Википедию. И вот что выяснилось. Сюжет? В литературе, драматургии, театре, кино, комиксах, играх – ряд событий, последовательность сцен, актов, происходящих в художественном произведении на сцене театра и выстроенных для читателя, зрителя и игрока по определенным правилам демонстрации. Сюжет – основа формы произведения. Ну, теперь, имея хоть какие-то представления о сюжете, мы можем начинать анализ. Для обычного обывателя сюжет Майнкрафт – атаков. Мы случайно появляемся в этом дивном квадратном мире. И мы отправляемся в Энд давать дракону края. А, ну еще и забираем его яичко. И прыгаем в портал. Конец. Ну, вполне не дурно. Но, все более детально изучая этот бесконечный кубический мир, мы можем найти много странностей и интересных вещей, которые, наверное, как-то между собой связаны и образуют общую картину и предысторию мира. И давайте рассмотрим одну из популярных версий предыстории мира игры. Когда-то землю населяли иллюзии. И они очень быстро развивались. По приколу строили различные сооружения, покоряли различные измерения, но по итогу все вымерли. И насчет того, как именно они все померли, версии расходятся. Кто всех убил созданный народом и сушитель? Или дракон что-то надел? Ну, или видоват зомби-вирус, который откуда-то появился? Ну, кстати, это объясняет, почему зомби похожи на Стива. Конец. Ну что за бред? Ёлы-павел, ну что за бред? Довольно увлекательно. Но мы затронули только сотую часть всех тайн этой игры. Но не факт, что история, которую вы сейчас услышали, является истиной. И всякие гуру лора Майнкруфта зачастую выдают нам только свои фантазии. Критикуешь? Да иди нахуй! И давайте в этом убедимся. Давайте рассмотрим историю появления элементов игры которые составляют тот самый настоящий сюжет игры. В версии 0.24 и Survival Test добавили обычного зомби и это был второй моб, добавленный в игру. А в Старшоте 12W21A добавили храм в пустыне и тому подобное. А знаете, что объединяет все эти важные обновления, которые составляют фанатскую историю? Они были созданы еще при нотче. Создатели Майнкрафта. И наверняка создавая свой проект, он хотел не рассказать нам какую-то супер увлекательную или глубокую историю. Нет. Он хотел просто сделать интересную и крутую игру с большими возможностями. Но сейчас с игрой управляют совсем другие люди. И я не отрицаю, что разработчики могли подметить идею сюжетом и попытаться на ней навариться за счет различных спин-оффов, книг и другого разнообразного мерча. При том, что в самой оригинальной игре вообще нет ничего подобного. Кстати, о других играх. В первом сезоне Майнкрафт Стори Мод вообще говорится, что все эти постройки оставленные в игре созданы обычными путешественниками, как тот же Стив. А значит, никакой древней расы не было. Вот правда, разработчики нас все-таки подловили и нам пришлось это узнавать из другой игры, а не из самого Майнкрафта. Поэтому верить в это или нет, решайте сами. А, ну и если зайти в интернет с вопросом «А точно в Майнкрафте есть сюжет?», то вот что мы найдем. Справедливо. И вот таким образом мы узнали, что в Майнкрафте нет сюжета в привычном нам понимании. Ведь игра была вообще не про это, а про творчество и эмоции. Мы сами пишем историю, каждый раз заходя в свой мир. И каждый игровой опыт – это абсолютно новая история. Всем спасибо за внимание. А, ну и, кстати, ребят, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, там, заходите на наш Discord, Телегу, группу, ВК и все остальное. Переведите мне 300 тысяч рублей, чтобы я не парился и все-все, пока. Здравствуйте, меня зовут Боба. Я хочу вам показать, как надо правильно наебать подушку.